Здравствуйте, друзья! В этом видео я хотел бы рассказать немножко о том, как я выступил на CrossFit Games Open, какая у меня статистика по выступлению, по моему, по комплексам, и также рассказать про парочку атлетов и рассказать вам парочку интересных фактов. Итак, по России я занял итоговое 85-е место, и я провалил первый, третий и четвертый комплекс, соответственно. Я считаю, у меня получился такой результат, потому что у меня слабая спина. То есть я либо мало ее тренирую, либо просто она у меня как таковая есть в тех комплексах, где не была задействована прямым образом спина. То есть там не было цановых тяг, не было подъемов, каких-либо предметов с пола. Я выступил более или менее хорошо. Это второй комплекс с выпадами и выходами на турнике, и последний комплекс с трастерами и с двойными прыжками на скакалке. Причем в мировом рейтинге мой результат с трастерами оказался хуже результата с выпадами и выходами. А в Российской Федерации все с точностью наоборот. Я, конечно, не думаю, что наши ребята лучше делают выпады с выходами и плохо делают трастеры. Занятный факт, конечно. Возможно, нам надо подтянуть немножко трастера нашим ребяткам. По миру я занял 6 тысяч какое-то там 200 мест. Считаю, что это недостойно внимания. Дальше мы пойдем по очень интересному и талантливому атлету. И посмотрим, как же он улучшил свои показатели за прошедший год. Этого атлета зовут Мэтт Фрейзер. Он в 2016 году занял 11 место в мировом рейтинге по итогам CrossFit Open и умудрился выиграть CrossFit Games. В 2017 году он занял первое место по итогам CrossFit Open. И, ну, надеемся, что он доповторит свое достижение и выиграет титул второй раз подряд. Также в 2017 году он набрал всего лишь 40 очков по итогам 5 заданий. То есть это все задания выше 10 места, получается, были. А в 2016 году он набрал 110 очков. Ну, это тоже неплохой результат. Но тогда выиграл Ной Олсен. И он, по-моему, тоже набрал 40 очков. Но на пьедестале даже не оказался. Также с помощью этого атлета я хочу вам показать статистику средней продолжительности комплексов и среднего количества повторений в CrossFit Open. Итак, что же мы видим? То, что в 2016 году приблизительная средняя продолжительность всех заданий CrossFit Open была равна 59 минутам. А это значит, что средняя продолжительность одного задания была равна 12 минутам. Я, конечно, понимаю, что это тупая математика, просто тупое деление. Я не учитываю, какие были движения, какая была скорость выполнения. Но, тем не менее, просто это интересная статистика. Итак, а в 2017 году средняя продолжительность одного комплекса была на полторы минуты длиннее. Но самое интересное то, что в 2016 году количество движений в одном задании в среднем было на целых 70 повторений больше, чем в 2017 году. И я думаю, что это означает то, что мы должны быть более сильными. То есть меньше повторений, больше времени выполнения, более тяжелая штанга, более тяжелые задания, выходы на турник, выпады с гантелями, рывки. И это все не очень быстрые движения, но они очень энергозатратные. Поэтому нужно учиться сложным движениям, нужно быть сильным. Силовая выносливость, длительное время, маленькое количество повторений. Мы уходим от легких весов, мы приближаемся все больше и больше к тяжелым штангам. И в этом году я уже заметил по себе, что мне было очень тяжело подниматься. В этом году мне было тяжеловато их выполнять. Также хотел отметить Андрея Ганина. Если не всем известно, то в прошлом году он, оказывается, выступил лучше, чем в этом году. В прошлом году он занял 18 место в мировом рейтинге и набрал 340 очков. А в этом году у него 37 место и 666 очков. При том, что его уровень вырос просто на глазах. 120 протяжки, все отрывки делает. А, кстати, комплекс 17.4 он улучшил на 18 повторений. В то время как Мэтт Фрейзер улучшил почти на 40 повторений. Ну ладно, Мэтт Фрейзер короткий, Андрюша Ганин молодец. Русские не сдаются. Мы болеем за него. Мы болеем за команду Идл, мы болеем за команду Союз. Я надеюсь, все будут смотреть регионально. Я очень буду переживать за всех. Все, всем спасибо. Увидимся во влогах, в моих видео, на моем канале. До свидания.